Время новостей на телеканале Север в студии. Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Состояние инфраструктуры Наринмарского морского порта оказалось в центре внимания президента России при обсуждении транспортной стратегии Российской Федерации на заседании Президиума Государственного Совета. В Ненецком округе скончался от коронавируса еще один человек. Количество смертельных исходов достигло 54. В регионе введена обязательная вакцинация. Дни с 30 октября по 7 ноября будут для всей страны нерабочими. В Ненецком автономном округе продолжают разыскивать двух без вести пропавших мужчин. В поисках задействованы спасатели, родственники и неравнодушные жители региона. Состояние инфраструктуры Наринмарского морского порта и развитие авиации в труднодоступных субъектах оказались в центре внимания президента России при обсуждении транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года на заседании Президиума Государственного Совета, которое глава государства провел 19 октября в режиме видеоконференции. Транспортная стратегия подготовлена в соответствии с национальными целями и задачами развития России и призвана обеспечить максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех субъектов рынка транспортных услуг. Исходя из положений стратегии, регионы России при поддержке федерального правительства подготовят свои планы развития транспортного сектора с необходимыми финансовыми, организационными и прочими ресурсами. Что здесь важно? Регионы у нас разные. Страна огромная, большая. Регионы отличаются по размеру территории, по численности населения, расстояниям между городами и другими населенными пунктами, поселками, деревнями, по своим экономическим, бюджетным возможностям. Отсюда и состояние уровня развития транспортной инфраструктуры заметно отличается. А нам важно именно повсеместно выходить на высокие стандарты в этой сфере. Здесь остановлюсь на вопросе, который имеет особое значение для отдалённых труднодоступных территорий. Мы об этом часто говорим в последнее время. Речь идёт о развитии малой авиации. Мы затрагивали эту тему в сентябре на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. И вновь хотел бы подчеркнуть, нужно расширять сети внутри региональных авиационных маршрутов, модернизировать малый аэропорт, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах. В целом, перелёты малой авиации должны стать более доступными для граждан. Участие в заседании Президиума Госсовета в режиме видеоконференцсвязи приняли главы республик Коми и Саха-Якутия. Для этих субъектов, как и для нашего региона, развитие малой авиации чрезвычайно важно. На сегодняшний день авиационное сообщение является единственным возможным способом добраться в 184 труднодоступные населённые пункты республики, входящие в арктическую зону России, которые в периоды весеннего ледохода и осеннего ледостава не имеют альтернативного транспортного сообщения. В связи с этим хотелось бы заострить внимание на проблемах авиаперевозок и авиатранспорта в арктических регионах, в том числе в республике Коми. Требования в части транспортной безопасности влекут значительные издержки субъектов транспортной отрасли. Учитывая техническое состояние наземной инфраструктуры и убыточность именно малодеятельных аэропортов для исполнения требований по транспортной безопасности, региональный авиаперевозчик на сегодня не имеет возможности для технического оснащения аэропортов средствами транспортной безопасности. В связи с этим предлагаю законодательно пересмотреть вопрос минимизации требований на воздушном транспорте, синхронизируя требования в области авиационной и транспортной безопасности. Это позволит исключить риск закрытия малодеятельных, но социально очень значимых аэропортов России и снизить расходы на их содержание. Ну и конечно же больная тема для всех северов это малая авиация. Коллеги по аэропортам уже сказали, здесь я хочу их поддержать и добавить. Всё-таки нам необходимо быстрее вводить новые самолёты и класса Ан-2, и класса Ан-24, Владимир Владимирович. Вы ряд поручений давали, но я всё-таки смотрю, что в пятой части серийное производство этих самолётов пока у нас запаздывает, а самолёты, к сожалению, новее не становятся. На заседании президиума госсовета обсудили все аспекты транспортной стратегии страны, призванный обеспечить социально-экономическое развитие Российской Федерации в целом и её субъектов в частности. Основными целями стратегии являются повышение пространственной связанности и территориальной доступности нашей территории, повышение мобильности населения, увеличение объёма и скорости транзита грузов и развитие мультимодальных логистических технологий, и, конечно, цифровая и нескрупплеродная трансформация всей отрасли, ускоренное внедрение новых технологий. В завершении заседания, подводя итоги, Владимир Путин отдельно остановился на инфраструктурном обеспечении Северного морского пути. Теперь по поводу самой инфраструктуры. Вот посмотрите, мы в течение длительного времени уже говорим и атомный флот развиваем. Для чего? Для использования Северного морского пути. Ну, замечательно, всё правильное дело. Пограничники работают там, Миноборона выстраивает свою работу для того, чтобы обеспечить национальные интересы. А износ основных фондов достигает 40%. В некоторые порты на Северном морском пути, например, на Рейнмар или порт Диксон, вообще лет 30 денег никто не вкладывал. Лет 30! А то и больше. Вот здесь у меня в справочке написано – более 45 лет. Ну, как же так? Мы говорим об устройстве Северного морского пути. Я понимаю, там МЧС, мы денежки подбрасываем, чтобы они там обеспечили безопасность. А перегружать-то кто будет? Кто будет работать? В завершении заседания глава государства добавил, что с учётом мнения регионов проект транспортной стратегии поступит в правительство. Он подчеркнул, с принятием стратегии должна незамедлительно начаться практическая работа, как на региональном уровне, так и на уровне федеральных министерств и ведомств. Не позднее первого квартала будущего года правительство должно подготовить детальный план реализации транспортной стратегии и сделать это в прямом диалоге с руководителями регионов и ведущих отраслевых компаний. Елизавета Кабанова, Телеканал Север. 20 октября во всём мире поздравления принимают авиадиспетчеры. Эти специалисты обеспечивают безопасное движение воздушных судов в небе и на земле. О Наринмарском отделении организации воздушного движения расскажет моя коллега Алина Ваучейская. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, кто управляет движением самолётов и вертолётов в воздухе и на земле? Столь ответственная миссия возложена на авиадиспетчеров. Начиная от запуска двигателей и заканчивая горизонтальным полётом, пилоты следуют их указаниям. В Наринмарском отделении есть два пункта управления, которые работают с большой авиацией. Это вышка и подход. Первый работает от земли и до высоты полторы тысячи метров. Дальше управление берёт подход, который также взаимодействует с другими центрами – Мурманском, Сыктывкаром и Архангельском. С малой авиацией, вертолётами и самолётами, которые летают по населённым пунктам, месторождениям и оленеводческим стойбищам, работает Центр полётного обслуживания. Возглавляет службу движения уроженец Наринмара Сергей Окладников. Как и большинство мальчишек, когда мы в школе ещё учились, мечтали об авиации. Я родился в Наринмаре, а Наринмар, сами знаете, тесно связан с авиацией. Поэтому многие мальчишки мечтали о небе. Я тоже пытался поступить в влётное, но не получилось. Перепрофилился на диспетчера. Немножко я знал о этой специальности. У меня брат работает в этой же специальности. Поэтому пошёл на училище, на авиадиспетчеры. По окончанию риска училища я в 1984 году пришёл в авиотряд. И с тех пор, в общем-то, работаю на одном месте. Важное звено в организации воздушного движения – служба эксплуатации радиотехнического оборудования и связи, или коротко – РТОС. Они отвечают за письперебойное радиотехническое обеспечение полётов и авиационные электросвязи. Здесь также трудятся настоящие патриоты своей профессии и остаются на Крайнем Севере, несмотря на сложности. Ну, у нас даже специфика в пределах нашего Наринмарского отделения разная. То есть Наринмар – это одно, а Андерма, Варанды – это вообще другое. То есть там море, там близость, они находятся прямо по краю моря Карлского. Так что… Ну, нам-то, в принципе, не привыкать. Я не знаю, надо спрашивать про эту тему, наверное, у тех, кто приезжий, работая здесь, и где-то ещё поработал до этого, чтобы сравнить. Но я думаю, здесь посложнее, конечно, работать. Здесь посложнее и с климатами, и со всеми делами, надо к всему привыкать. Но я думаю, что кто сюда приехал, отсюда, по-моему, по собственной воле-то никто не уехал. Всего в Наринмарском отделении госкорпорации по организации воздушного движения трудится 188 человек. Телеканал «Север» поздравляет всех авиадиспетчеров с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья и благополучия. Алина Ваучейская, Александр Кожевников, Телеканал «Север». По данным портала stopcoronavirus.rf, на 20 октября в Нениском автономном округе за прошедшие сутки от коронавируса умер ещё один человек. За всё время пандемии COVID-19 унёс жизни 54 жителей региона. Из них 50 человек скончались в период с июня по 19 октября. За прошедшие сутки в регионе выявлено 16 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 29 человек. В настоящее время лечение от коронавируса получают 219 пациентов. Из них в условиях сационарной реанимации Нениской окружной больницы – 46. На учёте в управлении Роспотребнадзора состоит более 1600 человек, близко контактировавших с заболевшими. Среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в округе за последние 7 дней почти в 2 раза превысил среднероссийский показатель заболеваемости на 100 тысяч населения. Еженедельно в регионе регистрируется до 600 новых случаев заболевания. Вместе с тем в Нениском автономном округе отмечают низкие темпы иммунизации населения. По состоянию на 18 октября 2021 года законченный курс вакцинации прошли около 16 тысяч человек. Для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80% взрослого населения. Это почти 26 тысяч. В связи с этим Роспотребнадзор ввёл обязательную вакцинацию против коронавируса в регионе для определенных категорий граждан. Соответствующее постановление 19 октября подписал главный государственный санитарный врач по Ненискому автономному округу Наталья Кирхар. С ним можно ознакомиться на официальном портале регионального управления Роспотребнадзора. Руководителям организации, которые выпадают под постановление, предписано в срок до 30 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом. А в срок до 31 декабря 2021 вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции не менее 80% от общей численности работников с учётом лиц, перебавлевших COVID-19 и вакцинированных. Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции. Дни с 30 октября по 7 ноября станут выходными для всех регионов России. Такое предложение оперативного штаба поддержал президент России. Он также рекомендовал регионам продлить выходные в случае необходимости ещё на одну неделю. Водоснабжение двух многоквартирных домов в посёлке Красное спустя почти год после введения их в эксплуатацию стало проблемой для его жителей. Ситуацию обсудили в ходе еженедельного совещания с главой региона Юрием Бездудным. Слово Александре Литковой. Возмущению жителей Красного нет предела. Увидев, как демонтируют скважину, снабжающую водой 8 квартир, жильцы стали обращаться во все инстанции. В посёлок тот же вечер приехали представители муниципального предприятия «Севержилкомсервис», которые установили временный насос таким образом, вернув водоснабжение квартирам, газовые котлы которых напрямую зависят от подачи воды. О том, что скважина будет демонтирована, жильцов уведомили ещё месяц назад. Действительно, подрядчик уведомил людей заблаговременно, но, к сожалению, людям, которые жили сначала, как заехали с централизованным снабжением, перейти на какие-то ёмкости 200 литров, конечно, это не устраивает. Семьи там большие... А кого будет устраивать? И меня бы не устраивало, если бы я жил там. Семьи большие с детьми, как бы там по три-четыре человека детей, поэтому, конечно, не устроит. Мы съездили туда, посмотрели, на следующий день мы тепло запитали, и на следующий день питьевое водоснабжение мы там восстановили. По словам Надежды Михайловой, администрация Заполярного района отрабатывает с главой муниципального образования возможность легализовать скважину как техническую. Об этом шла речь в ходе еженедельного совещания с главой региона Юрием Бездудным. Но это какой-то абсурд. Вот всегда в этой ситуации страдают люди. Люди, у которых подключено отопление к этой скважине. Люди, которые получают пусть техническую, но воду из этой скважины. И такое впечатление, что тот, кто это делал, он откровенный вредитель. То есть он делал не для того, чтобы людям хорошо сделать, удобно, а делал ровно так, чтобы навредить, чтобы люди были перевозбуждены, чтобы они вышли на улицу. Вот, например, технический паспорт, в котором прописано. Скважина в техническом задании прописано. Водоснабжение скважина. То есть, вот, например, отчет об оценке. Он то бишь оценивается вместе со скважиной. Однако, как пояснили в прокуратуре Ненецкого округа, скважину подрядчик установил самостоятельно. Согласно проектной документации, в квартирах должны быть установлены емкости, куда закачивается привозная вода. Данные скважины не являлись предметом проверки, как их установка. Они были презентованы, как некий жест доброй воли со стороны застройщика. И в принятых нами мерах реагирования никоим образом не указано необходимость их демонтажа. Ни в представлении, ни в соответствии на постановлении направления материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Впрочем, на сегодняшний день водоснабжение – не единственная проблема жителей данных домов. Еще в апреле в нескольких квартирах текла вода с потолка. Исправили они вот это. Мы тут все… Ильин приезжал, он сам даже ползал. Сказали, что там с нарушениями, мало утеплителя было положено, все. А Попов нам говорит, что это был конденсат. На самом деле это не так. У зубника вообще телевизор упал со стенки, до того стенка вымокла. Они домой, говорит, мы приходили, говорит, у нас обувь, говорит, тапки все сырые были. Так, говорит, домой мы приходили. А в июле начало течь у меня. В квартире Евдокиевицыной последствия потопа также были устранены. Оказывается, у нас по проекту, у нас должно быть благоустройство здесь. У нас должны быть подъездные дорожки, газон. А у нас же этого вообще ничего не было ведь. Это они установили только сейчас. Они срочным порядком начали красить у нас крыльца. Идет дождь, они красят крыльцо. Они все это устраняли. Быстро, быстро, быстро. На днях тут устранили, вон там бетонку сделали сейчас у них. По вопросам строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в поселке Красное, прокуратурой Ненецкого округа по поручению генерального прокурора проведена проверка с привлечением контролирующих органов. Это несоответствие стопильной конструкции крыши конструктивным решением. Второе нарушение – это несоответствие толщины утеплителя чердачного перекрытия конструктивным решением проектной документации. И третье – это полное отсутствие благоустройства на объекте. В связи с данными нарушениями главе администрации 2 августа текущего года внесено представление об устранении нарушений закона, а также названные нарушения положены в основу постановления о направлении материалов в органы предварительного расследования для решения вопросов уголовного проследования, по которым сейчас возбуждены и расследуются два уголовных дела. По части 5 ст. 327 Уголовного кодекса использования заведомо подложенного документа. В результате данных нарушений и органов, принявших дома, пострадали в первую очередь жители. Александра Литкова, Вадим Стасюк и Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Нинесском округе продолжаются поиски без вести пропавших мужчин. В поиске задействованы местные жители службы спасения, а также родственники Константина Бобрецова и Василия Рочева. Наталья Дуркина продолжит тему. Бобрецов Константин и Рочев Василий уехали на рыбалку 11 сентября рано утром в местечко Мархида, недалеко от деревни Тошвиска. 11 сентября ночью они пропали. По словам очевидцев, свет от их фонариков видели в 23.00, а в полночь его уже не было. С рассветом знакомые и родственники выехали в район поиска, но результата не было. Службу спасения позвонили только после 7 утра. В час дня нашли лодку пропавших в Пылемце. В этот же день нашли их сапоги на берегу реки, недалеко от Усть-Тошвиски до поворота на Уграйвиску. На данный момент, получается, по факту безвестное исчезновение Рочева Василия Николаевича и Бобрецова Константина Сергеевича проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления их местного рождения в рамках соответствующих дел, которые у нас заведены. Бобрецов и Рочев объявлены в федеральный розыск. Материалы проверки в отношении их для проведения проверки в рамках статьи 144-145 Уголовно-процессуального кодекса направлено на Янмарский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Всех, кто обладает информацией о местонахождении безвести пропавших, просим сообщить дежурной части УМВД России по Ненецкому автономному округу. На данный момент было совершено более 16 выездов в предполагаемое место пропажи людей. Родственники Константина Бобрецова и Василия Орочева просят о помощи добровольцев. Просим, помогите найти наших мужчин. Возможно, у вас есть волонтеры, кто смог бы организовать сбор добровольцев. Откликнитесь, пожалуйста. Мы нуждаемся в вашей помощи. Мы не просим о круглосуточных исследованиях. Мы надеемся привлечь всех желающих для повторного исследования территорию вблизи места пропажи. Мы не призываем лезть в воду, подвергая опасности. Мы молим помочь исследовать лесополосу и ближайшие деревни, заброшенные здания, избушки и прочие места. Давайте вместе соберемся и сделаем чудо. Опытные охотники, рыбаки, просто хорошо знающие эти места люди, будут полезны вдвойне, чтобы попросту ориентировать. Если у вас есть возможность принять участие в поисках, то на экранах вы видите номера телефонов, по которым можно связаться с родственниками пропавших без вести. Любая помощь очень важна. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды сервис заказа авто Автолига.